Нужно витепирить, у меня был большой. А ты заливаешь через воронку какую-нибудь? нет. так? она же пустая. я сначала там все подяжу, а потом заливаю. хочешь сейчас поезде, ты намечу и все-таки и покажу. давай давай. слушай, а я просто налил вот маленькую бутылку целого растворителя, две ПФ и колер туда вылил, кинул камень, размешал. ну что-то... короче, как у меня все это на видео? тебе что специальная палочка мешать? я таскаю с собой китайские палочки, потому что важно мешать вот не такой, это шелуха летит туда и забивает, понял? ну я думал об этом. это типа прям правило, я всегда сначала немного помешиваю и отрываю всякую хуйню, а потом... нет, эта у меня нормальная, она прям свежая. ага. вот, потом... лью вас в лейтспирита где-то получается... ну вот столько. ну, у меня это сколько получается, смотри, вот так вот. хватит. ага. и колер. что, весь валит сюда? да. ну, я примерно так и сделал, что вчера, все равно ничего не пишет. да и может... не знаю, если ты вылил две банки и сколько ты в лейтспири... целую бутылку маленькую. ну, не знаю, может не угадал. я еще всегда промываю. колер это как этот соус в Макдональдсе. есть уже не хочешь, но соус надо есть. ну, где-то столько типа, знаешь, иногда лучше погуще, иногда пожиже. все равно она вся бывает немного разная, знаешь, какая-то и мань самая чуть лучше, какая-то чуть жиже. ну, это да. ну, тут прям жидкая такая получается. цвет, мне кажется, такой тускловатый. цвет, короче, в банке тускловатый, а на стенке почему-то всегда ярче. ну, немного разбалтываем, но сейчас просто так. все просто еще тоже, они кладут вот так ее кладут, когда она мокрая, понял? ага. и она налипает все хуйня. то есть ты следишь за тем, чтобы туда вообще стерильно было, ничего не попало? да, это чистота, ты за ней следишь, кладешь ее аккуратненько. кстати, эта поливалка сама возможно хуйня у тебя. я на видео еще базарил, что, короче, с таким носиком хуёвые, они набирают со временем туда краску и начинают втуго качаться. вот, ну, быстрее убивается. это чисто по опыту. у меня вот такая вот. а других не его? такой надежнее. ну, это чисто. и я еще раскручиваю, вытаскиваю вот эту кнопку, она постоянно заедает, мешает. да, ты вот эту штуку все раскручиваешь или как? ну, она, это надо вот это снять. давай потом, я думаю, как рисуешь. ну, понял, откручиваешь эту, вытаскиваешь и снимаешь ее, да. я только что лежал тут ключик. я только что тоже видел его вот здесь. ключик от дома окажется. не от дома, но специально. он проехивается на равном месте. вон он, да. у меня мама садишек подарила, знаешь, всякие ненужные. ты где? вот. для меня не нашлось. много качаешь? ну, да, прилично. короче, еще нельзя заливать слишком много. значит, две банки вот в такую поливалку небольшую, это может быть слишком много. если... у меня вообще не размешается. короче, стюй как-то взял маленькую поливалку. четерочку, по-моему. вот. залил туда много кряски, поставил чуть-чуть для воздуха. жестко накачал, как только нажал, она взорвалась. черная, по-моему, там на стене вот такое пятно было. прям, целиком взорвалась или просто, чтобы брызгал? прям, вся штука? да. реально? да. поэтому... он не пострадал? он не пострадал, но был очень громко. знаешь, что кто-то выстрелил в него. он только оборачивался. он здесь черный, и на стене свет еще на ласке. смешно было, знаешь, прям такая история. пятно с историей. в общем, надо оставлять место для воздуха, хотя ты ее заливаешь всегда на половинку где-то. ну что, все равно, смотри, она как-то брызгается больше. ну, нормально. у тебя когда-то нам давал с Майзом на фридже, она прям линию давала, как астрофет, а здесь она какая-то рваная, как молния. ну, во-первых, вот эта шелуха у тебя там забита. ее надо сейчас вычистить. ну, просто основное правило, чтобы все чисто было, знаешь, вот без этой всякой темы. . ну, Rocky urn . . . . но все равно не такая как у тебя была пишет конечно но видишь в центре ничего нету а по краям больше я еще вчера снимал видео и говорили что главное помывать и очищать поливалку так она не до конца закручена я когда закручена не пишет должна по идее писать не вот понимаешь да как происходит типа вот тут дырочки они выходят через эти краешки проходят и через центр распыляются если что то есть то идет типа ну неровно какую то сторону больше какую то меньше начинает подпись слушай ну как то что то оно через бок льет приходит конечно думаю да давайте я не знаю, что у меня есть фум ленту, когда у меня так лилась фум ленту. прям вовнутрь? ну вот сюда на резьбу. чтобы она не попадала в саму пишущую часть. наматывала и нормально стала. вся идея прямая. я так понял дело в этой поливалке, да? да. откручивать так можно под давлением? потихоньку да. просто не слишком быстро. вообще я с поливалкой всегда в перчатках. с одной стороны. воздух выходит. давление накачивает сбоку? это наоборот спускной клапан. если слишком много качаешь, то он спускает. но я его заклеиваю. давление накачивает. она может снисать и открывать. просто если слишком быстро, то она может выпрыгнуть от давления. здесь уже в этой краске. да, уже не имеет смысла. что? уже не имеет смысла. у меня резинка упадает. это самая поливалка. что заливать сюда? да. это... это... Субтитры делал DimaTorzok Попробуем с твоей Ну тоже так грязновато конечно да но все равно лучше намного Ты можешь заливать сначала не очень плотно она когда-то отсыхает становится нормально тем более если фишки какие-то будут Может еще накачать надо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слушай наверное главное преимущество это по кирпичу можно катать да? Да это по кирпичу потому что я вот раньше с валиком везде бегал как поливал тут у себя открыл это большая разница Субтитры делал DimaTorzok 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 наоборот подешевел, было 40 мм, стало 35 мм, но лейтспирт подорожал почти в два раза, стало 130 мм. маленький 48 мм. большой 90 мм, но в общем лера по выгоднее. что дальше желтого? давай, это на пылы какие-нибудь сделай. у меня желтого в коллере немного будет. давай не целую банку. или хочешь, давай вот этим сделаем, надо было лучше. давай пишет еще одну и запишет? да. лучше пишет? да не особо. ну пишет как бы, но такая, видишь? так вот медленно и сейчас получше стало. это зависит от пустоты. мне кажется, что ты можешь разбирать все. и она будет высширена. ну видишь, когда мы делали фридж, что Майс выкладывал, когда ты давал нам. вот там вот прям. ты знаешь, когда попадешь щитом. ты знаешь, когда попадешь щитом. я не просто упал. я не знаю, я не знаю, что они упал. это не то, что они не пропустили. ну вот, я не помню, что они не пропустили. не так много было. 4 банки что ли. плюс еще одна конец, и поставим на обратную сторону. Заня по деньгам, это 1000 литвей полкарта. А контур ты с нее делал хоть раз? Нет, ну слишком. Я тегал, знаешь, по теге нормально, а тут нет. Видел там всякие бразильцы делают, контура с них? Да, с чего они. Они акриловые делают. Ну, я хотел сказать, что у нас же акрилов, но это более комфортно. Потому что если кто-то идет, то все хотят, что такое стихи. Это надо купить и плакать. Я вот с Бенцом разговаривал, который тегает таких. Он берет акрил. Это не русский, да? Бразилец. Да. И он ее через маленькое сито пропускает, чтобы не было комочков и пленки. Это еще больше. Я пытался дешевую воду для медсенка. Тегить можно, но все равно. А вымали пленки не бывает? Она не забивает этот клапан рано или поздно? Слушай, да нет. Если помывать, как говорят после рисования, то просто два раз так шутовываю. Этим ацетоном? Ну, рассмотрителем? Подходит только вайт спирт. Да. Да. И у меня поливалка убилась от этого. Короче, клапан. Туда резинка усыхает, то ли что-то начинает попадать краской. А, да ладно, да? А, да ладно, да? Так, это моя, да? Это моя, да? Веревки, наверное, вообще с собой таскать. На пояс 5 поливалок подвесил. Как сумка кудрета раньше была. Да, да. С поливалками. Ну, дешево. Это, конечно, плюс. Но это, если делать, типа, первый заход чисто залить. Спустился вниз. Я просто как-то полез тегать с нее на Ваське напротив метро. С черной планивалки. Потегил, я обратно стал уже по веревке подниматься. Все, изляпал. Понял, она скользкая. Еще вылезти не мог наверх, потому что упираешься в стену и подскальзываешься. Понял? Ну, типа, нет упора. Еле там как-то выйдет. Зафар не было. Ну, тоже. Топот. Ну, так получается. Три банки эмали, это 100 рублей. Три колера, это 100 рублей. И растворитель 50 рублей. 250 рублей. Цветная заливка с фоном. Ну, вот. Поскольку банок не было, это было 6. Ну, и видел, я тебе вчера скидывал куски аккуратные. Получается ровные, значит, банками потом все подправляешь. Ну, тогда надо использовать и банки сюда, на фишки какие-нибудь и этот. Да, да. Ну, на здоровых кусках можно вполне там фишки поливать и все. Круто, если есть какая-нибудь банка цвет, что намешало там. У меня, кстати, банка синего есть. Ну, у меня тоже всякие цвета. Баллы, пешки. Ну, у меня тоже всякие цвета. Баллы, пешки. Самый частый мой вопрос. По всем. Неудобно, что можно с телефона конвертироваться. Батарейка быстрее садится, если с телефона подключен. Я хочу себе с Алишкой заказать аккумулятором. Я в магазине каком-то в Пушкине купил, они нормально стоят. Что-то косарь с небольшим. Там еще есть такая тема за 3000, которая включается в розетку и заряжает сразу два аккумулятора. И там в комплекте уже один аккумулятор идет. Вот здесь такая на Алишке с двумя аккумами. Зарядка за две 400. Ну, видишь, это Алишка, а тут три и все. Ну, да. Просто на вот эту на Макс они другого размера. Да, я знаю. У них после восьмой Гоупро на каждый Гоупро разный аккумулятор. Они специально сделали. Чтобы покупали, да. Вот у меня есть, например, там третья, восьмая. И как бы аккумуляторы не подходят к этой. А это нормально писать будет? Как этот или нет? Предположу, что да. Вот тут все-то непонятно. Ну, можно просто подчеркать до куски. Какой же масло? Типа сиреневый фон. У меня тоже есть фиолетовый, но он, мне кажется, будет разный. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Что-то у тебя введешь, что-то у меня и я своим цветом сажу. Давай, давай, да. Ты еще объем, да? Тень вправо, думаю, объемом сделать. Без низа, просто вправо. Если тебе не хватит черного, то у меня полторы банки. Ультима, кстати, кроет сразу с растворителем. Да? Да, вот в прошлый раз мы на товарнике рисовали. Черный не крыл из растворителя, а Ультима бил сразу. Не помню. Это мое открытие. Он продается в Метмагазе за 135 рублей. И пишет... Вот это поинтереснее, да? Ну нет, все равно видишь, вот это густо, значит. Ты можешь вполне... Хотя нет, знаешь, как лучше делать. Ты можешь вблизи куска обвести, чтобы не текло. А потом где основной заливать, чуть-чуть еще разбавить. Будет пошире писать. Мы будем делать фон целиком или что? Я бы, да. Нам же не хватит. Да, хватит. Обвести вот такой толщины, я думаю, хватит. Просто не везде. В воде, где-то у тебя, где-то у меня. А, ну и тем более, не знаю. Подожди, давай фишки сделаем. Вот это отлично пишет. Да, и свет. Это как эти часы у этого хищника были. Когда он бомбу включал, сам уничтожится. Да, да. А бук сам уничтожается. Слушай, ну а колерапа прикольных цветов всяких есть. Да, они такие маленькие и так хорошо в карман влезают. Да, я тоже. На пока этот час. Вот это просто как астрофет какой-то можно делать. Нет, слушай, как не вставал. Кайфчик. 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 Вот это мне и понравилось в поливалке. Реально как астрофет какой-то пишет. Да, это именно ощущение кайфовое, да? Да. Приятно. Плюс еще просто вакцина. Да. Да, да. Что это? Новый тренд. Лето. Сейчас вот ты видос делаешь, я видос делаю. Изи хром прости. Называй ее везде поливалка. Я просто хочу проследить, потому что ее поливалки только в Питере называют. По-любому же все начнут называть поливалки. Вы понял? Это можно чисто по словечку. Можно. Вот это мне интересно. Я смотрел выносил кого-то из погрузки. Вы слышите? Вы все пикастские какие-то. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да и хорошо... Фиолетового еще много осталось... Из-за этого? Да... Да... Я его снизил... Продолжение следует... 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 Максим inadequации... Если лучше про демонстрацию, то оно должно пр baj GaC matter... Ага, хорошо, а я специально задaremos стены. но там еще есть и руки можно накачать за лето на лайнерах когда рисую есть собака не откусит в рот короче брать надо вот без этой штуки просто да ну это и забил выглядит одинаково вообще только резинки нет тут этой что-то вот это отваливается клапан потом туда набивается это у тебя до конца всегда закручено это может открутить чтобы тоненькие струйки делать высоко но я раньше только и тегал что знаешь черного зальешь где-то высоко потягиваешь у меня был прикол лет пять назад я много ходил всякие дрожи на районе писал знаешь каляку как пока пойдет у меня было там что из поливал как два этажа высотой тегал тогда это да и смотрим все я помню первый раз поливалки вообще по траву рисовать в 2013 году у меня были гатчинские войны меня там местные типы типа что-то полуёбывались подчеркали я вас предупреждал купил две поливалки заправил туда что-то делал вот эту лесенку и тоненькой струйкой все куски ходим такие грязные флопы и все что-то такое грязное слушай мы просто покупали и бухи и тегали раньше ну с поливалки максимум только обычными тоненькими но делать астров и так как и иначе у меня что-то даже когда мозгов не хватало слушай я вот вспоминал кто мне типа об этом рассказал я просто вот эту мань раньше вообще не молчал она мучая ну все вещи в говне всегда дал когда взбивался с водой мальчонки я не помню кому рассказал кто-то мне передал такси не используем да я тут большой валик купил толстый гулкар с палки закатывался я разбавил ее до воды вообще и она прям ну знаешь типа сверху начинаешь она течет до дна и это все размазываешь на самом деле очень быстро получилось у меня есть поливалка еще с трубочкой понял сошла мне тоже есть вот я ее взял чтобы раньше первый раз я рисовал сверху вот это меня чел привязал все и все поливалка с трубочкой прикол что там еще вот эта трубочка и размах получается ну большой этажка там 6 этажей получились а че с трубочкой нормально слили поливалка слушай ну блин у меня короче один раз было да а остальные все все в краю то ли я не так намешал но она как-то не очень писала у меня есть просто мне лимбо бимбо на день рождения подарил и это еще короче такой прикол никогда не оставляешь самой поливалку пряску потому что короче вообще эмаль это если ты ее разбавишь и оставишь она вот этот остаток часто ну прям в камень превращается его ни фига не размышать я понял что самое главное это после каждого рисования промывать его аспиритом чтобы никакой грязи не попало даже палочку свою ты используешь у меня вот было что поливалка с трубочкой мы хотели порисовать где-то там на крыше не получилось вылезти я все заправил забыл короче через пару дней вспомнил она уже в камень превратилась за пару дней что-то там быстро было когда-то она там нормально стоит две недели а когда-то бывает так что все в осадок у меня поливалку лучше чистую можно всегда держать ну и если ты намешал банки мне нравится что ты стоишь весь грязный и такой говоришь поливалку лучше чистую держать я тогда себя купил на 2.11 я такой пишу сверялки думаю что надо историк с такими руками за себя страшно за телефон но потом только проверить слушай ну синий смотри достойно пишет вот с такого по тегам нормально вот он просто пожиже слава вот он и я просто говорил, оставить, чтобы цвет лучше не появится, или что-нибудь такое. надо было взять какой-нибудь розовый или желтый на Outline. У меня что-то есть, но там немного жалоба. Полипач сам. После того, как в поливалке, я слышу очень много жалоба душа, как говорится, идти из банок поток заливать. Иногда хочется на самом деле банками рисовать просто чистое граффити, а не вот это. Да, иногда да, но вообще все равно. Я просто думаю, что надо комбинировать, нужно брать с собой несколько банок, заливать все основное, а фишки делать там. Да, да, я так и делаю. Отъем какой-то могу сделать. У меня вот какой-то инфау, там 300 банок было. Думаю, что краски очень много. Я с этих 6 банок буду только 100 банок везти. Короче, ты просто жадничаешь. Да, да. Давай. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...